В Люберцах завершился чемпионат России по тэквондо среди студентов. В течение нескольких дней спортсмены из 27 регионов страны боролись за победу, которая давала им путевку на участие во Всемирной универсиаде. За поединком наблюдала наша съемочная группа. На чемпионат России по тэквондо среди студентов приехали около 200 спортсменов из 46 вузов страны. Участников большого турнира поприветствовал глава Люберец Владимир Ружицкий. Сбор все-таки он развивает, он украшает, он просто способствует развитию человека. А такие виды, как тэквондо, он еще и вулк, и в выдержке, если хотите, не влита. И это возможно снискочение противников. Кристина Адыбаева – одна из титуловных участниц всероссийского турнира. Чемпионка мира и Европы среди юниоров представляет Российский государственный университет физической культуры. Говорит, завоевать многочисленные титулы помогает не только физическая форма. Во время поединка приходится и думать, ведь соперники делятся на несколько типов, и каждому нужно подобрать свою тактику. Есть игроки, которые любят поиграться, они на азарте выступают, есть те же, кто на растяжке вывозит. А есть те, кто расчетливый, и они уже более тактически подходят к поединку. Нужно уметь переключаться, потому что не со всеми соперниками можно работать по одной и той же тактике. При этом спортсменка не забывает работать над растяжкой, что и продемонстрировала во время разминки. Все, держу. Самое главное, чтобы она не вылетела. Страшно. Вся жизнь пролетела перед глазами. Спасибо огромное, удачи в поединках. Спасибо большое. Рефери на Дадьянге, так называется ковер для Тхэквондо, в большей степени следят, чтобы спортсмены не нарушали правила. Все остальное делает система электронного судейства. Ее применяют с 2012 года. В жилетах и шлемах находятся датчики, которые фиксируют удар и его силу. Перед тем, как выйти на поединок, спортсменов проверяют металлоискателем. Спортсмены иногда могут вышивать магниты, чтобы обойти систему, и шансов выбить балл становится больше. На чемпионате в Люберцах такое не пройдет. Каждый участник добывает победу в честном поединке. Порой это нелегко. Уровень спортсменов высокий, несмотря на то, что это турнир среди студентов. Поединки достаточно напряженные, потому что, несмотря на то, что количество спортсменов относительно небольшое по меркам всероссийских соревнований, но тем не менее уровень квалификации спортсменов достаточно высокий. То есть в каждом поединке приходится достаточно вести активные технические действия, чтобы вырвать победу у своего соперника. Соревнования проходили по олимпийской системе. Проигравший спортсмен выбывал из турнира, а победитель, помимо кубка и медали, получил право представлять нашу страну на Всемирной универсиаде.